Всем привет! Я уже рассказывал о встроенном блендере Donnie Regify, с помощью которого можно сделать риг для любого персонажа. В двух уроках я делал и дорабатывал риг для этого персонажа из программы вкус. Настало время оживить не только его тело, но и лицо. Сегодня будем делать лицевой риг. Для начала надо разделить меш персонажа на части. Нам нужно, чтобы глаза и челюсти были отдельными объектами. Для этого выделим персонаж и перейдем в Edit Mode. Выделим любой полигон на глазе и жмем L. Далее жмем P Selection. Глаз стал отдельным объектом. Повторим то же самое со вторым глазом. Перейдем в Object Mode. Выделим глаз и жмем Alt P Clear Parent and Keep Transformation. Удалим у него модификатор арматур и все группы вертексов. Повторим эти действия со вторым глазом. Теперь то же самое надо сделать для зубов. Выделим тело персонажа и перейдем в Edit Mode. Выделим полигоны головы и скроем их, нажав H. Скроем также полигоны полости рта. Выделим полигон верхней челюсти. Жмем L, чтобы выделить все. Передние зубы надо будет выделять по отдельности с зажатым Shift. После того как верхняя челюсть полностью выделена, жмем P Selection. В Object Mode выделим челюсть и жмем Alt P Clear Parent and Keep Transformation. Удалим модификатор арматур и все группы вертексов. Переименуем глаза и верхнюю челюсть. Скроем их из Viewport. Выделим тело и перейдем в Edit Mode. Выделим полигоны нижней челюсти. Жмем Ctrl E, чтобы инвертировать выделение. Скроем полигоны. Далее надо отделить язык от нижней челюсти. Выделим все полигоны, которые относятся к языку и скроем их. Полностью выделим челюсть и сделаем ее отдельным объектом. В Object Mode выделим челюсть и жмем Alt P Clear Parent and Keep Transformation. Удалим модификатор арматур и все группы вертексов. Переименуем и скроем ее. Выделим персонажа. Перейдем в Edit Mode. Сделаем видимым тело персонажа. Включим режим X-Ray. Выделим один полигон языка. Жмем L, чтобы выделить остальное. Перейдем в Vertex Group и создадим новую группу. Переименуем ее. Жмем Assign, чтобы добавить все вершины в эту группу. Точно так же нам надо создать группу для полости рта и добавить туда соответствующие вершины. Сделаем видимыми все объекты. Пришло время создать кости для лица. Если вы смотрели мои прошлые уроки про Rigify, то знаете, что все кости в нем создаются с помощью Митарига. Для этого персонажа я его уже подготовил, но во время прошлого урока я удалил все лицевые кости, чтобы не затягивать видео. Можно конечно заново добавить метариг со всеми костями и по новой сделать полный ригинг персонажа, но лучше пойти другим путем. Rigify это модульный риг. Это значит, что в любой момент вы можете добавить к нему различные элементы, например лапы, хвост, щупальца и другие. Кости лица тоже можно отдельно добавить. Для этого надо выделить метариг и перейти в Edit Mode. В Object Data Properties откроем вкладку Rigify Buttons. Здесь мы можем найти список всех модулей Rigify. Найдем здесь модуль под названием Superface. Жмем Add Sample. В начале координат появилась конструкция из костей в форме лица. Поднимем ее на нужный уровень и выровняем положение по голове персонажа. Скроем пока некоторые кости. При работе с лицевым ригом будьте внимательны. Кости нельзя разъединять друг от друга. Такие места, где несколько костей соединяются, надо выделять и перемещать так, чтобы это соединение осталось целым. Для начала выровняем кости, которые находятся на средней линии лица. Для этого возьмем цифру 3 на NumPad, чтобы перейти в вид сбоку. Выравниваем кости по контуру лица. Чтобы понять, где они должны находиться, можно воспользоваться этими картинками. Продолжение следует... После того, как кости посередине выровняли, включаем привязку к полигонам и зеркальное редактирование. Теперь кости будут прилипать к полигонам лица и все действие будет повторяться на другой стороне. Назначение некоторых цепочек костей легко понять по их расположению и виду. Например, эта цепочка будет отвечать за риггинг губ и должна находиться вокруг рта. Эти места соединения костей должны располагаться примерно на одной линии. Эти кости отвечают за движение бровей. Кости выше – это максимальная граница для поднятия бровей. Эти кости должны находиться в районе скул персонажа. Отмеченные места соединения костей должны тоже находиться примерно на одной линии. Выровняем кости вокруг носа. Эти кости должны лежать вдоль контура челюсти. Обратите внимание на расположение этой точки. От ее расположения зависит точка поворота челюсти. Поместим ее рядом с ухом. Выровняем сразу и эти кости, которые отвечают за движение ушей. Для анимации человека они малопригодны, но для анимации зверей просто необходимы. Займемся теперь глазами. У этого персонажа очень маленькие глаза и слишком большие ресницы, которые будут нам мешать. Поэтому пока скроем их. Для этого перейдем в Object Mode, скроем MetaRig. Выделим персонажа и перейдем в Edit Mode. Выделим вершины на одну из ресниц. Создадим новую группу вертексов. И добавим в эту группу. Перейдем в Object Mode. Добавим персонажа в модификатор маск. С его помощью можно скрыть часть меша. В этом поле указываем группу вертексов, которую мы только что создали. С помощью этой иконки можно инвертировать действия модификатора. Теперь ресницы нам мешать не будут. Вернем видимость к MetaRig, выделим его и перейдем в Edit Mode. Сначала выровняем эту цепочку. Она ограничивает область верхнего века. Далее расположим эти кости по краю века. Эти узлы на разных цепочках костей тоже надо выровнять по одной линии. У нас остались две кости, которые отвечают за повороты глазных яблок. Чтобы их выровнять, идем в Object Mode и выделим любой глаз. Идем в верхнее меню Object, Set Origin, Origin to Geometry. Проделаем то же самое со вторым глазом. Теперь жмем Shift S, Cursor to Selector. Выделяем MetaRig, переходим в Edit Mode. Выделяем соответствующую кость. Жмем Shift S, Selection to Cursor. Кость переместилась в центр глазного яблока. Вторая кость тоже переместилась, потому что у нас включено зеркальное повторение всех действий с костями. Сделаем видимыми все кости, которые мы скрывали до этого. Нам нужны кости языка и челюсти. Выделим их. Жмем Ctrl E, чтобы инвертировать выделение. И скроем выделенное. Перейдем в Object Mode и выделим тело персонажа. В модификаторе Mask поменяем Vertex Group на группу под названием Язык. Инвертируем действие модификатора. Скроем из видимости глаза и челюсти. Выделим MetaRig и перейдем в Edit Mode. Выключим привязку. Выравниваем кости языка. Сделаем видимыми челюсти. Выравниваем кости челюстей. Сделаем видимыми все кости MetaRig. Выравниваем кость Face, которой припаренчены все остальные кости лица по кости головы. Выделим кость Face и через Shift кость головы. Взмем Ctrl P, тип Offset. Идем в Object Mode. Выделим в Outliner тело персонажа. Удалим у него модификатор Mask. Он нам больше не нужен. Сделаем видимыми глазные яблоки. Теперь нам надо сгенерировать риг для лица. Выделяем MetaRig. Идем в Object Data Properties. Режим генерации рига должен быть Override. Но это только потому, что у меня уже есть готовый мета риг для этого персонажа. Если вы делаете новый риг для тела и лица, жмите New. Жмем Generate Rig. Риг персонажа обновился. К нему добавились кости и контроллеры лица. Проверим как они работают. Оказывается никак. Это потому, что мы обновили риг, но в мэше персонажа нет соответствующих групп вертексов. Вскроем мета риг. Выделяем тело персонажа и через shift риг. Жмем контролл П, with automatic weights. Проверим как работает риг. Все привязалось. Конечно здесь надо еще будет править веса, но основа уже есть. Нам надо теперь привязать глаза и челюсть. Вскроем мышь персонажа. В Object Mode выделим челюсть и через shift риг. Переходим в Pause Mode и выбираем этот контроллер. Жмем Ctrl-P, Bone. Проделываем те же действия с другой челюстью, только привязываем ее, конечно, к другой кости. Чтобы привязать глаза, нам надо сделать видимыми один из скрытых слоев в риге фай. Перейдем в Object Mode. Выделим риг. Перейдем в Object Data Properties и с зажатым shift кликаем по этому слою. Выделяем левый глаз. Через shift выделяем риг персонажа. Переходим в Pause Mode. Выделяем кость с именем глаз и суффиксом L. Что означает левый. Жмем Ctrl-P, Bone. Повторим все то же самое с правым глазом. Вскроем слои костей, которым привязывали глаза. Проверим как все работает. Есть, конечно, некоторые проблемы с весами, но в целом все работает. О том, как исправить такие проблемы, а также о некоторых способах работы с этим ригом, я сделаю отдельное видео. А сейчас не забудьте поставить лайк, если вам понравилось видео, ну или дизлайк, если у вас совсем нет совести. А также не забудьте подписаться. Всем удачи!